телеканал ост-вест передача берлинские окна здравствуйте друзья история которую вы сейчас услышите кажется просто невероятной сибирь красноярский край мужчину приговаривают к 20 годам заключения за убийство он 17 лет сидит в сибирской колонии а потом избегает сбегает добирается до санкт-петербурга добирается до границы с финляндией и нелегально ее переходит финны вместо того чтобы отослать его назад дают ему убежище этого мужчину зовут михаил голиков сейчас он сам расскажет как это все произошло михаил здравствуйте мы не будем много обсуждать то из-за чего вы попали в тюрьму но пару слов об этом скажите как так получилось что вы в 2003 году оказались в тюрьме ситуация в том что в 2003 году когда еще существовал отдел рубок потом впоследствии его расформировали и этот отдел сабликовал уголовное дело обвинили меня убийстве самого крупного наркобарона города в то время и по сабликованному делу меня посадили в тюрьму дали мне 20 лет в 2005 году я был оправдан по этому делу присяжными но потом прокуратура написала апелляционную жалобу и по апелляционной жалобе не отменили незаконно мне вердикт присяжных и виду чего мне дали срок 20 лет удалив меня из зала суда в деле проходили вы кажется двое да то есть был еще один человек которого обвиняли в этом что с ним стало он тоже получил большой срок он не получил срок он два раза был оправдан первый раз его оправдали второй раз его судили его тоже оправдали преступление то есть он так в тюрьме не оказался в отличие от вас он посидел там буквально месяцев восемь наверное и его освободили и признали им право реабилитации то есть вы никогда свою вину не признавали нет я свою вину признавал после того как меня прессовали в отделе рубопа я признался я признал свою вину потому что другого варианта не было и его приходилось признавать а последствии конечно когда прессинг прекратился более-менее я конечно начал в суде отстаивать свою невиновность как проходили ну скажем первые годы заключения то есть как волк как как вы сидели о чем о чем вы думали то есть смотрели в будущее видели такой срок как вам это было старался вести здоровый образ жизни потому что понимал что очень большой срок и нельзя здесь не болеть не курить и в основном старался проводить время работе я старался быть занятым постоянно чтобы мне об этом меньше думать старался общаться больше звонить как это могло было возможно по таксофон и старался так выстроить свою жизнь чтобы больше из этого срока получить позитивных каких-то следов нежели негативных старался самообразовываться то есть вы думали о том времени когда вы выйдете когда вы покинете что чем он будет заниматься о чем вы хотели заниматься когда вы я вообще хотел заниматься по освобождению строительством и меня приглашали в организацию по строительству и все должно было быть не есть хорошо и все это продолжалось там у меня было приглашение строительную кампанию и я должен был освободиться и попасть в неё на работу для чтобы продолжать свою дальнейшую деятельность по строительным учреждениям всем я и когда находился на уфиц я также занимался строительством и работал с этой фирмой строительный красноярск по застройке домов то есть просто чтобы было понятно людям которые от этого всего далеки в какой-то момент вас перевели из колонии в колонию поселения где бы уже режим полегче так правильно я понимаю да совершенно верно там был режим уже полегче это уже нет это все еще тюрьма или это уже не совсем дюйма это еще тюрьма да потому что там тебя охраняют и уфиц там где охраняются турники вовсе там у тебя надзор такой знаете что отметки постоянные постоянно должен ночевать в этом общежитии ригу в сене и но ты можешь выезжать допустим на рабочий объект в город ну и собственно с можно было встретиться не знаю с друзьями девушкой в городе или это тоже запрещено было нет конечно можно было встретиться и там с друзьями можно было свечи ну и она вас дождалась все эти годы или появилась в какой-то момент она появилась у меня в момент это моего друга подруга моего друга жены подруга была и мы познакомились системе с ней на камне можно сказать семь лет поездила не родила ребенка и у нас будет долгосрочные планы сожалению сейчас мы все нарушились потому что жену кошмарили так назовем красноярский и мвд и обыска там проходили у нее пугали семью и очень испуган и мы сейчас отношения как бы не поддерживал потому что они очень боятся за себя и за ребенка свою жизнь бояться потому что красноярске этому беспределу нет конца и края ну в какой момент у вас начались проблемы то есть какой момент вы поняли что вот этот вот перспектива что вы выйдете по удо и что вы спокойно досидите этого всего не будет что есть риск что это закончится другим печальным образом на перспектива наверное рухнула 5 августа 2019 года когда приехали начальник отдела розыска куксин по красноярскому краю со своими сотрудниками и в 6 утра там плюс минус 15 минут меня забрали на правый берег красноярске к начальнику оперативного управления гусин по красноярскому краю слепцову который макал осужденного в унитаз есть такие видео в интернете и меня привезли к нему и начали от меня требовать подписи и показания чтобы я оговорил начальника колонии половникова ну я так понимаю что у них лично непрязненные отношения между собой из дальних времен еще и один начал занимать другую должность более высокую и я должен был подписать документы и в этот момент я просто сказал себе нет я больше не хочу участвовать в их них их то авантюрах или сговорах чем-то еще я сказал что нет я не буду никого оговаривать не буду не подписывать некие документы и это все вранье это и мне понравилось я был просто по дороге обратно избит и посажен изолятор камеру на есть видеозаписи этих всех где нахожусь в камере сотрудниками почему именно к вам они обратились почему хотели чтобы именно вы оговорили этого человека я был на участке так скажем старший зэк который выполнял все снабженческие работы поставки окон и я непосредственно участвовал я был мог прийти в кабинет и допустим руководство подписывать документы накладные и я непосредственно сталкивался с этими всеми людьми о своей работе по строительным учреждениям пластиковые окна отгружали которые сделаны тоже в колонии собирали пластиковые я естественно все откомлял и доставлял на участке высокие домах что было бы если бы вы пошли на это если бы согласились и этого человека говорили ну я думаю что наверное бы на ложных показаниях наверно начальника колонии последнего в крему за чего он не делал чего он не совершал ну вы же понимали при этом что осталось сидеть на не так много и в принципе вам было что терять да то есть совершенно верно мне было что терять ничь всегда есть что терять не и сейчас есть ещё терять это всегда нашей жизни опотекаем но бывает такое в жизни когда стойте пон cui момент ты приходишь кто-то приходит могут это приходят справедливости кто-то приходит внутренний мир меняется и ты понимаешь что Ты устал от этого, ты устал от лжи, ты устал от всего, и надоело это все. Ты начинаешь говорить, я не хочу так больше жить, я не хочу ходить за вами, я не хочу убирать ваше говно, которое вы стрелете, я не хочу молчать о том, что вы творите, я не хочу подписывать ложные ваши документы, я не хочу этого делать. Наступает такой в жизни период, когда это все, ты этому говоришь нет. То есть вас оттуда, по сути, из этой уже полусвободы вернули опять в изолятор, опять в тюрьму, правильно я понимаю? Да, там есть такой момент, он называется ПДН, помещение для нарушителей, там две камеры, если человек, находясь там, потребляет, допустим, наркотики или, допустим, нарушает какой-то режим, ну, реально что-то совершает, какое-то преступление, то его начальник центра может поместить в это помещение, в помещение для нарушителей. Соответственно, меня поместили в это нарушение, в помещение для нарушителей, за то, что я якобы не поздоровался. Ага, это тоже нарушение. И из-за того, что я якобы не поздоровался, мне дали 14 суток нарушения, и после этого, через 4 дня меня госпитализировали в больницу с высоким давлением после избиения. Это была тюремная больница или это была гражданская больница? Нет, меня положили в гражданскую больницу, и я лежал в гражданской больнице, меня ханяли двое в день, двое в ночь сотрудников в УФСИН. Это незаконно, конечно, все было. И меня стоял регистратор в палате, там со мной лежали гражданские тоже люди, их все снимали на регистратор вместе со мной из-за меня. И это протекало около полутора месяца. Почему вы решили сбежать оттуда? Я, честно сказать, не хотел этого делать, в принципе, никогда. Я об этом даже никогда не думал, в каком-то побеге. Я боролся, я боролся. С августа месяца меня прессовали в больнице, там тоже прессовали. Приезжали и говорили, что меня выписывали, не оказали лечения. У меня стояла охрана в больнице, на улице. Машина одна хранялась с торца дома, вторая машина хранялась с другого торца, чтобы ко мне никто не приезжал. Мы записывали сегодня на видеозапись. Приезжали к жене, угрожали жене, то, что она ее там будет привлекать к уголовной ответственности. Это протекало долгое время. И в один прекрасный момент мне ночью позвонили прямо в больницу сотрудники МВД и сказали, если я не пропаду, то наутро меня закроют уже в тюрьму, где поступила команда на мою ликвидацию, а жену поставят в тюрьму, отбросят ей наркозики. А сына отдадут в детдом, если я не приму решение по своему исчезновению. Почему они это сделали? То есть вас спасли сотрудники МВД? Непонятно. Я думаю, я вообще думаю, сейчас просто размышляю, почему они это сделали, такой звонок. Я думаю, что они хотели, наверное, чтобы меня арестовать при побеге, наверное. Но я так ушел, что они даже не увидели, где я ушел. Я так просто подозреваю, что, скорее всего, такой план у них был. А почему вы им поверили? Вы подумали, ну, наверное, раз они так говорят, так и будет. Потому что я посидел там 17 лет без выхода. И я знаю, что это не шутка. Ну, то есть, по сути, может быть, это ловушка была, да? Может быть, да. Потому что, когда они мне об этом сказали, я как бы особо долго не размышлял. Я скидал вещи в сумку. И я даже не знал, куда мне бежать, честно сказать. Я даже не понимал, куда я вышел. Просто я выскочил из этого окна. И я отошел от больницы, где-то метров, наверное, 500. Я встал во дворе, я не знал, что мне делать, куда мне идти. Я понимал, что домой идти смысла нет. Там, куда-то к друзьям. Ну, я не... Нет, это все ерунда. Ну, куда идти, я не понимал. Я около 20 минут, я думал, куда мне деться. И это все Красноярская область, это Ачинск или другое? Это Ачинск, это Красноярский край. Я понимал, что я нахожусь в Ачинске, и я вызвал такси и сказал, что мне нужно в Новосибирск. У меня такси... Приехал такси, я сел в такси и уехал в Новосибирск, и снял там квартиру на месяц, чтобы мне подумать, нужно было, что мне делать в жизни. Деньги у вас были какие-то? Да, у меня с тобой деньги были, накопления некоторые там, друзья там некоторые помогали. Ну, не буду называть их фамилии, чтобы их не прессовали в Красноярске, этих друзей. Друзья мне, которые помогали мне. И я поехал, снял квартиру и там проживал месяц. И я думал, куда мне дальше пойти и что мне дальше делать. Я понимал, что в России куда мне деться, если меня прессует заместитель директора в СИН России. Меня прессует директор в СИН России, потому что он выходит из Красноярского края. И я понимал, что эти люди будут убивать, потому что они в системе убили уже не одного. Убили сотни и может быть даже тысячи людей. И когда уже пришло к мнению, что надо в Финляндию направляться, соответственно, я подумал, как мне это все сделать. Я посмотрел все облака, посмотрел все попутные и ждал подходящую машину. Мне нужно было, чтобы был дальнобой. Мне нужно было, чтобы была фура. Потому что была эпидемия, был карантин. И единственный вариант мне проехать было только на грузовом автомобиле, который возит продукты питания. В Новосибирске, соответственно, там все продается и покупается. Коррупция тоже абсолютная. Я нашел объявление, мне сделали за полторы тысячи рублей справки, что я работник нефтяной компании в Санкт-Петербурге. И поставили печать правительственную, что я могу передвигаться по всей России беспрепятственно. И сделали мне квартирный договор, что якобы от фирмы мне снимают квартиру в Санкт-Петербурге, что я являюсь там квартира съемщиком от организации, что я могу там проживать, беспрепятственно двигаться по России. Да, эти документы мне потом понадобились, когда я уже подъезжал к границе Финляндии. Меня остановили, я показывал, и вот после него сдик, он искал счастливого пути. В этот момент у вас какой-то паспорт появился, нет? Этот паспорт, да, этот паспорт я действительно был в течение обстоятельств, это было в больнице еще до всего этого разговора я нашел в больнице паспорт какого-то парня. Ну, потом уже, я хотел как бы его отдать врачам, да, но как-то у меня лежал этот паспорт, я не мог принять решение, что мне с ним делать, как быть мне вообще, стоит ли мне его отдавать, или я его не случайно нашел. С этим документом, с паспортом и с этими липовыми справками вы добрались, получается, до границы с Финляндией, так? Да, я доехал до Санкт-Петербурга, и когда я с Новосибирска начал движение свое, я нашел такую фору, я сел на эту сканию, она была обружена там продуктами, я на ней доехал до Екатеринбурга, потом доехал до Перми, с Перми до Кирова, с Кирова. Я, конечно, не хотел через Москву ехать, но у меня другого варианта не было, только через Москву машина шла, мне пришлось ехать через Москву, потом в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге я нашел объявление по съему квартиры где-то на территории, которая приграничная, там есть озера, есть дома, которые сдают тоже в Санкт-Петербурге. Я нашел квартиру, которую сдавали они на месяц, там озеро было великое, и ввиду чего я рыбак купил, конечно, удочку, купил там Панаму, купил форму защитную для того, чтобы под видом рыбака я, конечно, заехал в эту квартиру. И на отро. Я, кстати, вам скажу, что я заехал, когда в эту квартиру, на Великом, там, конечно, были местные пьяницы, пьянчуйки, ребята, которые там употребляют. Это бывшие, кстати, пограничники, они были пограничниками бывшими, я с ним одного из них пригласил к себе, взял, конечно, с собой три бутылки водки, мы с ним выпили чуть-чуть, мне просто было это необходимо для того, чтобы узнать информацию. И он мне сказал, что в любом случае приедут тебе сегодня, либо завтра пограничники проверить тебя и пробить тебя по документам, кто-то такой. Соответственно, я понял, что у меня времени нету, я собрал все вещи, и уже на утро, и в час ночи я должен был выходить, и где-то буквально в пол-одиннадцатого ночи ко мне постучали в дверь, я посмотрел в глазок, там стоял уже пограничник. Я, конечно, дверь ему не открыл, он там стучал долго, настойчиво, и соседу он передал на слова, что когда я появлюсь, чтобы я непосредственно позвонил по такому-то номеру, был указан номер, и остался, ну, позвонил по наличнику и предоставил свои документы. И в эту ночь я даже не стал ждать, вышел в Финляндию и пересел границу. Там, где ты переходишь границу, в лесу, там карта не ловит, ой, там нет интернета, там не ловит телефон. И когда я переходил, я приготовился, конечно, я одел форму, защитную форму, у меня была бандана защитная, у меня был с собой такой бинокль с одним глазом, такой монокль. И компас у меня с собой был, я с собой взял банки, тушенки, рюкзак, одел легкие кроссовки по пересеченной местности, чтобы можно было пересекать. И, конечно, я приготовился к переходу. И когда я шел по переходу вдоль озера, там я видел даже какой-то джип стоял на приграничной территории, когда люди отдыхали, была лодка стояла резиновая с удочками. У меня даже, честно сказать, мысли посещало сесть в эту лодку и переплыть территорию, что ближе к границе. Но потом я понимал, что это все ерунда, потом скажу, что я что-то украл или что-то еще. Это, думаю, плохая затея, лучше пешком. Я пешком пересек весь этот ландшафт и попал уже в Финляндию. Я вам скажу честно, что я ожидал немножко больше. В интернете написано сильно много, что там заборы, там собаки, там сигнализации. Я ничего этого не увидел. Даже столба нет. Даже столба нет никакого. Я единственные столбы увидел только в Финляндии. И то эти столбы были полтора метра и три колючей проволоки натянутые не были. Я просто перешагнул границу в Финляндии. И я был удивлен, потому что, когда я смотрел на ситуацию, я понимал, что... Я даже с тобой взял посартижи по металлу, который кусает шестерку. Я с ними пришел даже и были у меня в кузыке. Потому что я думал, что там забор, мне придется угол выпустывать, чтобы там мне пролезть. Я не встретил ни столба, ничего. Я просто в российскую границу я перешел, даже я не понял, что я и перешел. Хорошо, что было дальше в Финляндии. Кого вы встретили там? В Финляндию я зашел, когда... И, соответственно, я даже, честно сказать, когда переступил забор в финский, я даже не понимал, в Финляндии ли это или нет. Я шел дальше, увидел на деревьях этикетки, описанные на нерусском языке и не английский. Ну, такие полуанглийские, но с двумя точками наверху, букву, букву некоторых. Я понимал, что это, наверное, скорее всего, финское описание такое. И потом я где-то около часа шел по дороге, ни людей не было, ни машин, никого. Какие-то домики были, но там пустые были. Я шел мимо них, и я хотел встретить человека, любого, чтобы, сказать, там, «Озюль», сдаться. Только где-то часа через полтора, через час там с чем-то я увидел людей. Потому что я там остановился, у меня были нокрые ноги. Пока я там поменял все это дело, посидел, покушал консервы и ждал, где кого увидеть. Никого не было. После этого я увидел людей на даче, к ним подошел, сказал, что мне нужна помощь. Они приходят, они мне вызвали полицию. Я еще полицию ждал, наверное, полтора часа на камне сидел, пока приедет полиция. Приехали, конечно, не полиция, приехали пограничники. Начали меня там жестко, конечно, прошмонали, руки в горы, там, такой захват, знаете, я почему захват не могу понять, потому что я сам сдался. Но есть один нюанс, который я вам хочу сказать. Я пришел, когда в Финляндию, 14-го числа я сдался в Финляндии. Меня фотографировали в Финляндии на посту, составили опись вещей мою. Были документы вот эти, которые были не мои, а Икта Дмитрия. И 14-го числа я пересек Финляндию, границу, а 17-го числа уже был вовсе не репортаж с фотографией, которую сделали финны на посту, с моей описью вещей, полностью указаны были мои данные, кто я такой, что я пересек границу, на кого был паспорт. Короче, финны слили вообще все от России. Но вас не отдали при этом? Они при этом меня не отдали, но слили всю информацию обо мне, что я нахожусь там. И по фотографии мою слили, и слили все в России. Вы оказались где, в общежитии для беженцев? Как вы смогли пояснить, кто вы такой и почему вы там находитесь? Вы видите, у меня тайн не было, потому что когда я уже пересек границу, уже было очень много репортажей. И в ТВК, и Алексей Кузнецов много сделал, и ГУЛАГу нет там. И уже очень много было репортажей по РНТВ, эти российские писали обо мне. И я просто указывал, я называл фамилию, имя, отчество, они забивали ее в гугл, и все появлялось. Кто я такой, моя фотография, и все полностью. Я сейчас так же самое ни от кого тайны не делаю. Я всем говорю, что моя ситуация, она всем известна и доступна. Здесь многие люди, которые находятся в лагере беженцев, они скрывают свою историю, не знаю, по крайней мере, конечно, в лечении. Но у меня тайн ни от кого нет. Кто-то может стесняться чего-то, но в этой жизни мне уже стесняться нечего. Я всем говорю, показываю документы. Было ли важно финским органам, совершали вы то преступление в 2003 году или нет? Да, они меня об этом спрашивали. Я им предоставлял приговора все, и оправдательные приговора, и приговора поддельника, и где я обжаловал все это, и где я обращался в Европейский суд, и все это я предоставлял, что я невиновен. То, что я говорил, я все подтверждал. Откуда у вас были подтверждения? У вас с собой были документы какие-то? Я в телефоне, конечно, звонил адвокату, она мне скидывала, и я здесь уже распечатывал бумаги и им предоставлял все. То есть, получается, сколько тянулось это все дело? Наверное, полгода, да? И вам дали действительно... Мне дали вид на жительство, да. Вид на жительство, убежище, вас признали беженцем. Нет, мне дали вид на жительство, мне признали безопасность, мне признали, что меня в России действительно уважают опасность, и мне дали здесь убежище на один год пока, но дальше будет, я не знаю. Сейчас вы живете в общежитии, в общем, сейчас мы с вами говорим оттуда, да? Пока сейчас живу в общежитии. Нет, я сейчас нахожусь просто в кафе, в магазине, здесь пришел магазин, и поэтому здесь тоже, там тоже такая ситуация, она, знаете, двухсторонняя, с этим общежитием, там люди на голодовке сидят уже 25 дней, не пьют только одну воду, акты протеста там выражают, здесь в Финляндии, тоже там насыщенная ситуация, которая люди не согласны с лишением, потому что здесь в 95, наверное, случаях дают отказы российские. Россию здесь не любят и им не дают позитивы. Да, люди, которые приходят оттуда, допустим, с Африки, с мусульмани, кто приезжает, да, с Турции, они 75% получают позитивы. Здесь в России не получают позитивы. За все время, пока я здесь нахожусь, полгода, было очень большое количество народу, русских около, допустим, человек, 35-40, да, при мне только, и позитивы получили только один, и я вот второй такой, знаете, на год буквально. У вас своя комната какая-то в общежитии, или вы там вместе в каком-то зале, не зале, а в комнате, где несколько человек живет? Как ваш быт выглядит? Комната, конечно, есть, это здание, где мы проживаем, это бывшая тюрьма. Там, конечно, обрезаны все решетки, обрезаны там все эти замки. Ну, по большому счету, это, грубо говоря, камера, бывшая камера, да, с душами, со спортзалом. Ирония судьбы какая-то, да? Вы уже свободный человек, и снова в тюрьме живете. В тюрьме все равно, да, тюрьма. Ну, когда я сюда пришел в Финляндию, я в тюрьме здесь тоже провел, буквально там двое, трое суток, наверное, пробыл в тюрьме, меня закрывали в тюрьму, я просидел в тюрьме, прежде чем меня потом перевели уже в общежитие, в гражданское общежитие. Ну, вот это вот само чувство после стольких лет, там, колонии, так или иначе, да, оказаться на свободе, что это за чувство? Или вы привыкли уже как-то уже нормально? Ну, видеть, знаете, я так сказать, состояние, которое ты прожил 17 лет, это состояние, когда ты себя контролируешь везде. Каждый твой разговор, каждый твой шаг, твой поступок и все остальное, и в этом состоянии ты живешь долгие годы. И выйдя на свободу, ты из этого состояния не выходишь. Ты до сих пор контролируешь каждое слово, каждый свой шаг, каждое сказанное тобой, любое действие. Я не знаю даже, это уйдет от меня когда-нибудь в жизни или нет. Может быть, это на всю жизнь у меня останется, этот самоконтроль. А может быть, когда-нибудь все-таки покинет меня. Как вы видите свои будущие годы? Как работать будете? Попытаетесь? На все воля Бога. И сказать, допустим, свои планы на будущее, это размешать Бога, если честно вам сказать. Я не знаю, как будет дальше. Я примерно знаю, как я бы хотел, что я бы хотел интегрировать общество, я бы хотел развиваться, я бы хотел получить европейское образование, то и учить, конечно, языки, и хотел бы даже больше, чем сейчас учу. Но насколько это у меня получится, что с этого будет, я, конечно, не могу успевать ничего. И сказать, что так оно будет через полгода или через год, я не знаю. Потому что, конечно, я хочу, чтобы у меня все было по уму и не получилось никаких накладок, по которым человек... Психологически я настроен, психологически я готов к тому, чтобы не переходить к трудностям, потому что я с ними борюсь долгие-долгие годы, и эти трудности стали для меня одной составляющей жизни. Спасибо большое, Михаил. Спасибо вам. Звоните, всегда буду рад с вами поговорить, пообщаться. Хорошо. Вижу, вижу, вы хороший человек, у вас открытое сердце. Спасибо вам. Удачи вам. До свидания. До свидания. С вами, друзья, увидимся через неделю. Пока.